Давайте немного напомним, так как отошли, попили кофе, немного забылось. Мы говорили о реактивности, рассматривали приложение, написанное на Spring 4, которое общается, получает данные из гитар-сервиса и дальше их отображает на нашей UI. При этом отображая статистику дополнительную, мы посмотрели, как реквесты проходят через наше приложение и какие могут быть проблемы с такой моделью общения. В первую очередь это пулинг-модель. Помним, что клиент постоянно делает запросы на наш сервер, он нас дергает и точно так же мы дергаем гитар-сервис. Это можно сравнить примерно с этим. Маленький Стюи просто зазря дергал свою маму и тратил ее нервы, тратил ее время. Собственно, точно так же и происходит и с клиентом, который постоянно опрашивает наш сервер. Дергает и он может дергать впустую, так как сообщений по факту может и не прийти еще. И никакого ауткама, результата он может и не получить полезного. Собственно, это основная первая проблема. Вторая проблема. У нас слишком много блокирующего IO. Мы ждем, пока сообщения придут с гитар-сервиса. Мы ждем, пока сохранятся эти сообщения в базу данных, пока посчитается статистика. Это все впустую тратит время 3D, который сопровождает наш запрос. То есть много ресурсов тратится впустую. Как это решить? Очевидно, что надо применить реактив манифеста. То, с чего все начиналось. Давайте разберем подробно. Начнем с соединения с гитар-сервисом. Что нам нужно сделать? Нам нужно настроить асинхронное общение при помощи сообщений и пуш-модель. Что это значит? Что гитар-сервис должен нам сам отправлять сообщения, когда они у него появляются. Как этого достичь? Применить стриминг API. До этого мы использовали обычный REST API у гитар-сервиса. И нам повезло на самом деле, так как у гитар-сервиса есть еще стриминг API, который позволяет создать постоянное соединение между гитар-сервисом и нашим сервером и отправлять по нему по мере появления сообщения. Следующий этап – это база данных. Наша база данных блокирующая, так как это уровень реализации JDBC, и мы ничего с этим сделать не можем. Но нам нужно настроить эластичность и снова же сделать асинхронное общение, асинхронную передачу сообщений от нашего приложения к базе данных. Эластичность нам нужна для того, чтобы, когда у нас придет какая-то дополнительная нагрузка, все вдруг начнут писать сообщения, чтобы наша база данных не рухнула, а стала эластичной, могла принимать больше реквестов. Как мы этого можем достичь? Мы можем выделить отдельный специальный thread pool. Thread pool будет как отдел. Например, давайте представим, что мы относим какую-то важную документацию в архиве. В архиве работает бабушка, которая очень медленно работает, наберет данные, складывает их на какую-то полочку, потом выписывает нам то, что она данные получила, что все окей, и отдает нам эту бумажечку. Все это время мы просто стоим ждем. Плохо. Не любим ждать. Для этого мы организуем специальный отдельный отдел вокруг архива с отдельным персоналом, которому мы будем просто приходить, класть документы и уходить. Дальше персонал их будет брать, относить бабушке, тупить там и нам приносить расписку о том, что документы были сложены. Собственно, вот это идея thread pool отдельного. И третья часть – это соединение с клиентом. То есть наш контроллер, уровень контроллеров, он должен быть точно таким же. Он должен быть асинхронным и общаться при помощи сообщений. И должна быть пуш-модель. То есть наш сервер сам должен отправлять сообщения клиенту, клиентскому браузеру по мере их прихода на наш сервер. Как мы этого достигнем? Применим веб-сокеты. Очень просто. Все это круто, но как это собрать в одну кучу? При помощи спринга пятого. Собственно, как нам может помочь спринг пятый? Спринг пятый – наиболее безболезненная замена спрингу четвертому. Они сделали все, чтобы переход был очень смуз, хорошим, безболезненным. У нас в оппозицию стандартному спринг-мвси появляется модуль веб-флакс, который позволяет нам стать реактивными, использовать реактивное программирование. Как это выглядит в нашей жизни? Точнее, начнем с того, что это нам дает. Мы до этого в спринге четвертом использовали стандартный набор сервлет контейнеров. То есть это было Jetty, это был Tomcat, JBoss, все специфицированные с сервлетами. Если мы хотели работать с такими реактивными серверами, как Netty или Undertow, нам приходилось напрягаться и делать какой-то костыль. Со спрингом пятым у нас из коробки появляется возможность общаться и работать с такими серверами. Как это выглядит? Как это отражается на нашем коде? Вот пример кода стандартного спринг четвертого контроллера. У нас есть какие-то стандартные аннотации, request-маппинги, get-маппинги. Мы возвращаем пользователю какой-то список объектов, которые отрендерятся в JSON или XML. И стандартный вариант кода. Что происходит со спрингом пятым и модулем веб-флакс? Практически ничего. У нас все то же самое, что и было, остается. Единственная разница, у нас появляются реактивные типы. Реактивные типы из project-реактора. Собственно, вот в этот момент и начинается реактивщина. У нас возвращается вместо списка флакс. И так как мы просто хотим адаптировать предыдущий код без особо болезненных изменений основной код базы, мы просто делаем флакс from iterable. В нашем приложении мы будем использовать project-реактор и Netty. То есть мы будем интегрироваться с этими серверами и с этим продуктом. Собственно, почему Netty? Да потому что это неблокирующий реактивный сервер из коробки, который позволит нам быть реактивными. Давайте перейдем к реактивной архитектуре. Посмотрим, как это на самом деле работает. Примерно мы хотим достичь вот такого. Это будет наша новая схемка. Мы хотим настроить pipeline между Gitter-сервисом и нашим сервером. Точно такое же соединение, такую трубу мы должны настроить между нашим сервером и базой данных. И давайте разберем немного позже, что будет происходить на уровне клиента и уровня контроллеров. Собственно, какая структура нашей последующей работы? Будем рефакторить код. Естественно, всей инфраструктуры я вам не покажу. Так как мы просто не вложимся во время. Потому мы будем работать над определенными кусками. Над самой главной бизнес-логикой данного приложения. Часть инфраструктуры хендлится при помощи пятого спринга. И часть я написал заранее, чтобы вложиться во время. Окей? Начнем мы с рефакторинга блокирующего I.O. С работы с нашей базой данных. Потом отрефакторим нашу бизнес-логику. Отрефакторим наши эндпойнты. И напишем тест. Так как софтвор сегодняшнего дня требует небольшого тестирования. И нам нужно понимать, как тестить данный флоу. Проект находится за данным посыланием. Кому интересно зайти и смотреть из своего телефона компьютера, можете сфотографировать, перейти по ссылке. Да, это СРЦ из следующего примера. Продолжение следует... Еще последний парень. Есть? Отлично. Начнем с редактирования блокирующего IEO. И зададимся вопросом, какая роль Spring-платформа? Какая роль, что нам предоставляет для реактивного программирования 5-й Spring? Мы хотим, помним, достичь вот такого эффекта, чтобы у нас создалось постоянное соединение между базой данных. И чтобы сообщения просто ходили по данной трубе. И собственно Spring-платформа нам предоставляет реактивную базу. Реактивный доступ к базе данных при помощи ReactiveCrad Repository. Собственно, вот импакт пятого Spring-а, вот его позитивное действие. Что у нас из коробки мы получаем уже реактивный интерфейс. Как он выглядит? Это стандартный CRAD-репозиторий, точно такой же, который приходит к нам со Spring-дейта. Единственное отличие, это наличие реактивных типов. То есть полная интеграция с Project Reactor. Данный интерфейс позволяет нам выстроить flow. Давайте теперь посмотрим на код, на то, как это будет работать. И напишем, собственно, первую часть нашего приложения. Я предварительно остановлю, сделаю остановку основному серверу. И вот, собственно, наше основное приложение, над которым мы будем работать. Я заранее имплементировал этот интерфейс. К сожалению, пятый Spring нам не предоставляет имплементации реактив-крад-репозитория из-под капота. Потому что данная база данных, она является блокирующей, и имплементация еще не написана. Потому что Spring 5 еще развивается. Потому я взял на себя ответственность и имплементировал этот интерфейс. Сделал как бы в раппер вокруг стандартного Spring-дейта, GPA. То есть давайте посмотрим, что у нас тут есть. У нас есть набор вызовов к стандартному репозиторию, GPA-репозиторию. И как бы все, что я тут сделал, это заврапил, обернул с использованием реактивщины. У нас используются два основных оператора, это Flux и Mono. Собственно, мы и попытаемся имплементировать два данных оператора, которые будут выполнять делегацию определенной работы на отдельный отдел. Помним, построим отдел вокруг бабушки. С этого мы и начнем. На вход данный оператор принимает input, то есть входящие данные. И в функции Transformer, собственно, будет выполняться вся работа по сохранению. Мы от нее абстрагируемся и делаем только оберточку. Но помните, что в функции Transformer будет по факту происходить все сохранение в базу данных. Для того, чтобы делегировать работу, мы используем publish-on. Чтобы выделить ThreadPool отдельный, Project Reactor предоставляет объект Scheduler, который позволяет нам выкидывать работу на определенный Thread. Мы будем использовать Elastic Scheduler. Почему? Потому что работа с базой данных — это не тяжелая операция. Никакого процессорного времени она не занимает. Поэтому мы можем по факту выделять бесконечное количество потоков, которые просто будут висеть, ожидать ответа. Дальше мы выполняем сохранение данных в базу данных. И помним, что нам при вызове данного метода необходимо сразу же сохранить всю информацию в базу. Потому мы должны засабскрайбиться на входящий поток. Собственно, что мы и делаем. Но при этом нам нужно и вернуть ответ, так как мы возвращаем какой-то моно в виде ответа при сохранении информации о том, что данные сохранились. Для этого мы воспользуемся процессором. Собственно, вот и время процессора. Процессор создается очень просто. Так как у нас два оператора — это моно, когда у нас приходит всего лишь одна единица данных на сохранение, то мы используем моно-процессор. Да, конечно. Бесконечный ThreadPool. Можем создать на самом деле свой конфигурируемый ThreadPool, но в данном варианте я просто взял и использовал Elastic. Так как у нас мы можем выделять безграничное количество потоков, которые, кроме того, что ожидают, ничего делать не будут. Это не самое оптимальное решение, естественно. И можно сконфигурировать более оптимально. Но в целях демонстрации я выбрал его. Дальше мы возвращаем процессор. И тут мы будем использовать SubscribeOn. SubscribeOn — это аналогичный оператор PublishOn. Как PublishOn только подписчик будет ждать на отдельном потоке. То есть мы нашу работу с базой данных полностью ограничиваем от основного Thread. Как и переданные данные будут обрабатываться на отдельном потоке, так и ожидающие получения данных будут ожидать на отдельном потоке и не блокировать ничего. Точно так же мы передаем работу на Scheduler, Elastic. И переходим к Flux. Flux у нас работает с потоком, с конвейером данных. Потому он будет немного отличаться. Начнем с Input. Точно так же PublishOn на отдельный Scheduler. Трансформируем наши данные. В базу данных сохраняем. И сабскрайбимся. В текущем случае мы будем сабскрайбиться на TopicProcessor, так как для процессинга коллекции данных у нас тут будет TopicProcessor, специальный процессор. Я объясню, почему он используется. Свойство TopicProcessor заключается в том, что он часть информации кэширует в себе. И он каждому подписчику новому будет выделять отдельный поток. То есть функция subscribe, он уже вшита, грубо говоря, в данный процессор. Мы сабскрайбимся на процессор и возвращаем его. Еще небольшой хак, который мы сделаем. Давайте подумаем. Когда к нам приходит множество пользователей в наш специально выделенный отдел, приносит по папочке, по факту у нас будет брать эту папочку один человек и бежать в архив. Естественно, это не оптимально, так как один человек может подождать, пока придут несколько папочек, взять стопочку и отнести эту стопочку в архив. Собственно, это более оптимальное решение, которое мы и применим. Мы будем буферизировать часть данных, чтобы уменьшить нагрузку на наши ресурсы. Будем ожидать какое-то время, например, 2 секунды. И после прохождения 2 секунд мы будем брать стопочку данных и относительно сохранение. Собственно, грубо говоря, мы сделали асинхронную реактивную работу с базой данных. Давайте посмотрим, как это работает. Естественно, мы приложение запустить не можем, так как оно полностью не готово. Потому вернемся к презентации и посмотрим анимацию. Вот наш код, который мы только что написали. Мы разберем один оператор, это Mono, то есть обработку одного объекта. Помним, что процесс наш начинается только после того, как произойдет сабскрайб и смотрим, что происходит. Вот наши данные побежали по нашему пайпу, по нашему стриму. Попадаем в оператор publish on, переводим работу с базой данных на отдельный поток. Сохраняем информацию в базе и попадаем в монопроцессор. Монопроцессор, так как он работает всего лишь с одним элементом, он его кэширует. Смотрим, что происходит, когда приходит подписчик какой-то, подписчик на нашу информацию, на результат сохранения. Подписчику в отдельном потоке приходят данные. И когда приходит еще один подписчик, он получает точно такие же данные, закэшированные в монопроцессоре. Есть какие-то вопросы? Конечно. Да, возможно, но в данном случае мы базируемся на стандартном Sprint Data GPA, именно блокирующем, синхронном. И все, что мы сделали, мы обвернули, используя reactive CRUD репозиторий. То есть Sprint Data нам теперь предоставляет обычный CRUD репозиторий и reactive CRUD репозиторий. Так как у нас нет имплементации reactive CRUD репозиторий, я сделал собственную имплементацию, оберточку вокруг стандартного блокирующего. То есть Sprint еще, скорее всего, не использует последний JDBC connection. В теории можно было бы использовать JDBC connection напрямую. Да. Я пошел простым путем на самом деле. Переходим дальше. Рефакторинг сервисов. Рефакторинг сервисов у нас будет состоять из трех основных блоков. Начнем мы с рефакторинга Gitter сервиса. То есть того соединения между Gitter сервисом и нашим сервером. Что нам предоставляет Spring? Он нам предоставляет реактивный веб-клиент. До этого мы пользовались REST template, который синхронный де-факто. И теперь со Spring 5 у нас появляется веб-клиент, который реактивный. Как он выглядит? Примерно он выглядит вот таким вот образом. Я упустил часть кода. И то, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это ответ. В ответе, в интерфейсе ответа у нас все связано с реактивными типами. То есть мы любой запрос можем преобразовать точно так же к Project Reactor и построить наш флоу данных. Собственно, в этом и основной плюс Spring 5. Наши данные должны примерно вот так вот проходить по нашему коннекшену. То есть Gitter сервис сам будет их пушать нам. И переходим к написанию кода. Самого соединения, то есть работы с клиентом я вам писать не буду. Я напишу только основную бизнес-логику. То есть мы будем уже понимать, что часть кода написана. Соединение создано. И мы только отправим запрос. Отправим мы запрос при помощи вызова. Вот наш Gitter сервис. У нас приходит на вход Gitter клиент. Это оболочка, в которой скрыта вся работа. То есть отправка запроса, создание коннекшена. И мы будем работать только с ней. Есть один метод getMessages, который принимает на вход определенные query параметры. Так как мы ничего не будем передавать, мы передаем туда null никаких query параметров. Дальше на выходе мы получаем паблишер. Вот мы первый раз встречаемся с reactive stream спецификацией. У нас абстрактный Gitter клиент, который может заимплементирован быть, например, при помощи Spring 5 или при помощи любого другого клиента. Потому мы абстрагируемся непосредственно от проекта реактора и возвращаем просто паблишер. Для того, чтобы адаптировать паблишер project to reactor, для этого есть у флагса оператор from. Мы его используем. И дальше строим набор операторов. Так как это соединение, Gitter сервис нам может присылать слишком много сообщений. То есть в этом месте нам нужно применить стратегию backpressure. То есть как-то регулировать нагрузку на наш сервер. Для этого мы используем операторы onbackpressure. Есть несколько операторов onbackpressure. Есть onbackpressure drop, который просто выбрасывает сообщения, которые мы не успеваем потреблять. Есть onbackpressure error, то есть кидать сообщения, если слишком много сообщений. И onbackpressure latest, то есть когда сообщение, одно сообщение последнее будет кэшироваться, и мы его будем использовать. И последняя стратегия onbackpressure buffer. Мы эту стратегию выберем, так как нам важны все сообщения, которые к нам приходят. И наш компьютер достаточно мощный, чтобы закэшировать, запомнить всю информацию в памяти. Потому мы за это не переживаем, мы баферим. Дальше используем оператор publish, то есть будем вещать сообщения всем. После чего мы используем auto-connect, то есть мы хотим, чтобы наш флоу сразу же моментально запустился. Мы к нему приконнектились. И мы будем автоматически коннектиться к данному флоу, когда еще будет, ну как бы сразу же, моментально, при нуле сабскрайберов. Собственно, вся имплементация. Давайте разберем, как она работает. Вот наш кусок кода. Мы создаем наш флоу, наш стрим, настраиваем нашу трубу. И начинаем получать данные при помощи auto-connection. Данные, когда нет никаких подписчиков, начинают попадать в оператор onbackpressure, кэшироваться. И при подключении первого пользователя, первого потребителя, данные будут попадать ему из нашей ячеечки, из нашего кэша. При попадании еще одного пользователя, подключении еще одного пользователя, при помощи оператора publish, информация будет вещаться, распространяться в одинаковой мере всем подписчикам. Какие-то вопросы? Они, если ты был оффлайн, да, они до тебя не дойдут. Это как бы, ну, так наше приложение реализовано. Оно очень простое, тупенькое. Естественно, все механизмы не реализованы. Мы можем это настроить. Я сейчас вернусь к коду. У нас есть данный оператор, который помимо обычной имплементации, дефолтной, которая принимает, грубо говоря, бесконечно. Там передается long max, то есть максимальное возможное значение типа long. И мы можем сами специфицировать, какое количество сообщений мы хотим сохранить. Плюс тут есть разные стратегии по, грубо говоря, выпихиванию старых элементов, по удалению старых элементов. Ну, в текущей реализации у нас бесконечное, грубо говоря, хранилище. А по факту, да. Они просто будут чиститься гербочком вектором. Давайте обсудим этот вопрос в конце, чтобы не отвлекаться. Это немного другой вопрос, не связанный. Собственно, следующая часть рефакторинг нашей бизнес-логики месседж-сервисов. Мы попытаемся настроить соединение между уровнем сервисов и контроллер. Уровнем контроллера. То есть настроить вот такую вот трубу, по которой будут идти пакеты. Переходим к коду. Соединение между контроллером и бизнес-уровнем происходит при помощи вызова метода latest. Его и мы и должны имплементировать. Будем брать сообщение из чат-клайента, вызывать метод stream. И так как чат-клайент оперирует одним типом объектов, он принимает message-response. Это один тип объектов. Мы эти объекты должны преобразовать в вид для пользователя. То есть в view-model определенный. Message-view-model. Для этого мы используем оператор transform. У нас есть уже mapper, который будет этим заниматься. и мы будем преобразовывать to view-model и возвращать этот кусок трубы. Возвращаемся к презентации, смотрим, как это работает. Вот наш небольшой кусочек кода. Подключается пользователь, message трансформируется. Пришел в одном формате, вышел в другом. Просто. Пишем дальше. Начнем редактировать статистик-сервис. Это такой у нас большой кусок будет работы. И мы его снова же тоже поделим на три основных части. Нам нужно достичь того, чтобы у нас построился вот такой вот flow. Когда сообщения приходят в базу данных, база данных должна каким-либо образом оповещать о том, что данные сохранились, и дальше должна происходить реакция. То есть по факту должен построиться вот такой вот flow данных. Переходим к коду. Для начала нам нужно настроить сохранение данных в базу данных. Сохранение и, собственно, сигнализирование о том, что информация сохранилась. Для этого мы берем нашу месседж-репозиторию, называем метод save all, и мы должны туда что-то передать, какой-то источник данных. Берем снова же наш чат-клайент, источник сообщений, называем stream, и точно так же преобразовываем данные, полученные из интернета, в вид доменный, то есть в формат базы данных. Трансформируем. Отлично. У нас сохранилась информация. После этого мы должны как-то настроить вещание, оповещение, что информация сохранилась. Всем, кому это интересно. Для этого я сделал уже предварительно небольшой месседж-брокер. Это in-memory месседж-брокер. Это не Kafka и ничего. Это просто простой класс. Выглядит он вот таким вот образом. Ничего сложного. Просто компонентик, который менеджится с Spring платформой. И мы в этот месседж-брокер будем передавать наш флакс, наш результат сохранения. Создадим канал. Назовем этот канал. И тут небольшой момент. Create channel принимает флакс с сигналами. То есть вот звездный час оператора Materialize. Так как по факту месседж-брокеру все равно, с чем он работает. Он хочет принимать сигналы. Поэтому мы будем материализировать наши данные и передавать дальше. Давайте разбирать, как это работает. Вот наш небольшой кусок кода. Видим сохранение базы данных и потом материализация. Вот эта часть, связанная с сохранением. Кусок пайплайна. Ниже кусок пайплайна, связанный с передачей сохранившихся сообщений в месседж-брокер. Давайте рассматривать, как это работает. Мы подключились к стриму, данные побежали, трансформировались, сохранились в базе данных. Дальше они начинают материализироваться, превращаться в сигнал и попадать в канал. Есть какие-то вопросы? Отлично. Продолжаем тогда кодить. Переходим к статистик-сервису. К тому, к главному потребителю информации о том, что сообщения сохранились. Начнем с организации нашего основного флоуа. Берем наш месседж-брокер, который, собственно, нам будет оповещать о том, что... Который нам позволит подключиться к каналу. Подключаемся к каналу статистик-ченжет. Используем оператор retry для того, чтобы добиться resilence, то есть отказа устойчивости. У нас может быть ситуация, когда по факту канал может быть недоступен с таким именем. И так как мы уверены, что такой канал должен быть, мы будем пытаться переподключиться к нему. Переподключиться мы будем пытаться к нему только в случае, если придет ошибка типа... Типа unavailable service exception. Во всех остальных случаях мы должны крашиться, так как это какая-то дичь. Если все окей, то мы должны дематериализовать данные, так как нас интересуют только позитивные результаты. Нас не интересует окончание потока, так как окончание потока тоже будет приходить в виде сигнала. В этом вся идея Materialize, что все превращается в сигнал. Мы хотим получать только позитивную информацию. Дальше мы будем превращать, по приходу каких-то данных, мы должны реагировать и брать статистику из базы данных, пересчитывать статистику. После чего небольшой кусочек магии, которую мы разберем. Разберем. И информацию мы будем кашировать. Собственно, был вопрос или есть какие-то возможности вызвать subscribe без вызова метода subscribe. Вот оператор cache, он по факту сразу же подписывается на stream и запускает наш конвейер. Теперь мы закешировали один элемент данных и давайте разберем, как это работает. Вот наш блок кода. Сверху канал, к которому мы будем подключаться. Начинается попытка подключения. Мы подключились, пришла ошибка. Канал недоступен. Что происходит? Мы не валимся, мы не крэшимся, мы пытаемся переподключиться. Переподключились. Нам снова пришла ошибка. И в какой-то момент времени нам все-таки это удастся. Оператор retry будет бесконечное количество раз пытаться переподключиться. И в итоге когда-то добьется успеха. Смотрим, что у нас тут есть. И переходим к тому моменту, который наверняка непонятный для большинства. Разберем ситуацию, когда сообщения еще не пришли, то есть никто не тайпил в нашем чате никаких сообщений, но пользователь к нашему серверу уже подключился. Он хочет сразу же моментально получить статистику, так как статистика это вещь абсолютно отделенная от сообщений. Потому мы должны при первом подключении пользователя вызвать получение информации. Для этого мы используем monodefer, который позволяет нам отложить вызов до подключения первого пользователя. Информация закэшируется. И так как мы используем оператор mono, у нас, грубо говоря, flow отдал одну единицу данных и отвалился. Он больше нам ничего вернуть не может. Информация закэшировалась и передалась подписчику. Теперь, когда приходит еще один подписчик, он получает информацию из кэша. Он не делает еще один вызов в базу данных. Что происходит, когда приходят какие-то сообщения? Кто-то написал что-то. Наш сигнал попадает в оператор dematerialize. Разворачивается, грубо говоря. Происходит запрос к базе данных. Информация кэшируется и попадает самая последняя пользователям, которые уже подключены. Вопросы? Если будет ошибка, которая не типа service unaviable, то нам придется ее обрабатывать вручную. Если же это какой-то completion, то вызвется метод on complete. Если это обычный on next, то вызвется метод on next, ниже по стриму, после dematerialize. Есть оператор map, естественно. Потому что мы групп... Чего? Да, на самом деле это соответственно one-to-one. Но у нас, мы немного позже увидим, как работает метод doGetStatistic. DoGetStatistic возвращает тоже реактивный тип. И нам этот реактивный тип нужно смержить с основным потоком. Собственно, поэтому мы используем flatmap, а не просто map. Переходим... Сообщение пользователи начнут получать в тот момент, как они подписались. Я имею в виду, они не будут предыдущие сохраненные в базе сообщения получать? Будут. Из-за того, что у нас есть оператор cache. Я имею в виду, а если до этого не было никаких пользователей, он же ничего и не кешировал? Пока не появилось сабскрайбера. Да, правильно. У нас будет просто пустая информация. То есть, если никакой информации в нашей базе данных не будет, у нас вернется пустая статистика. Правильно? Или я не совсем понял вопрос? Нет, я условно говорю... Ну, то есть, когда у нас есть какой-то пользователь, который же общается к контроллеру, контроллер берет данные... Ну, в смысле, к контроллеру приходят данные из базы данных, и вот этот весь flow работает, когда у нас появился пользователь. Но когда к нашему контроллеру подключается только первый пользователь, получит ли он все остальное из базы данных, что было раньше? Да, получит, так как у нас flow каким образом настроен? Мы в контроллерах, то есть... Точнее, в конструкторах делали всю инициализацию нашего flow. То есть, наша система запустилась, мы моментально подключились к гитер-сервису и настроился flow по сохранению в базе данных. Если, как бы, никакого подписчика нет, у нас flow течет, сообщения сохраняются в базу данных, и просто ниже никому как бы в нетворк не передаются. Ну, то есть, в момент инициализации вы сделали, условно говоря, find all из базы, а потом уже flow потек. Да. Ясно, спасибо. Вопросы, а есть возможность управлять по-моему? Как? Например, мы сейчас работаем с одним чатом, с одной группой. А можно ли использовать один и тот же код для 5-20 групп, так, чтобы написать один раз, и оно по каким-то характеристикам, по каким-то профайлам было разделено на разные профайлы, и пользователь мог сабскрайбиться на конкретные профайлы? Я думаю, это не составит проблемы. Это только заключается в имплементации. То есть, мы flow настроили, а дальше мы должны, во-первых, настроить логику сохранения, то есть, сверху написать какую-то часть кода, которая будет позволять работать с несколькими каналами, и написать снизу как бы логику, которая позволит определять, какой пользователь какую информацию хочет получать. Ну, не должно составить проблемы. Немного изменить минимальную имплементацию, оставить тот же flow, и по идее оно должно заработать. А out of the box нет для решений? Ну, я конкретно делал самое простое решение. Ну, то есть, если мы, например, делаем какое-то приложение, которое должно поддерживать… Ну, мы делаем сервис. И хотим, чтобы наш сервис… Я понял. Давайте обсудим это потом, закончим основную часть и подискутируем по поводу. Продолжаем дальше. У нас остался один незаимплементированный метод. Это, собственно, получение статистики. Мы его и заимплементим. У нас так случилось. Происходит два отдельных запроса. Из-за простоты мы сначала берем статистику по наиболее активному пользователю, а потом делаем запрос на информацию о наиболее упоминаемом пользователе. Собственно, у нас два стрима таких получается. Мы получаем всего лишь одну единицу. То есть, у нас пэджа размером в единицу. И, собственно, мы должны зипить эту информацию, слить. Так как она тесно связана, мы не можем использовать мерч. Мы должны сделать зип. Мы зипуем наиболее активного пользователя. Объединять эти два потока мы будем при помощи функции объединителя. То есть это будет у нас user statistic vmodel. Мы можем это привести в более оптимальный тип. И дальше у нас на выходе должно быть mono. То есть мы должны преобразовать данный флакс в mono. Мы можем использовать from и напрямую, грубо говоря, обворачивать наш флакс в mono. Но данный оператор несет за собой небольшой overhead. Так как мы уверены, что нам придет всего лишь одна единица данных. То есть мы сделали реквест на одного пользователя. И в обоих случаях. То по факту наш флакс вернет всего лишь одну единицу данных и завершится. Так как from он будет делать немного больше. Он будет проверять или точно одна единица пришла. Если пришло больше, он будет канцелить. Но мы уверены, потому мы делаем from direct. Тот же самый эффект, но лишнего overhead нет. И возвращаем результат. Помимо этого мы должны предусмотреть флбэк. Что случится, если еще никто не прислал сообщений, в нашей базе данных ничего нет. Нам по факту реквест вернет пустое значение в базу данных запрос. Потому мы должны предусмотреть флбэк. Мы должны вернуть какое-то дефолтное значение. Мы будем возвращать пустого пользователя. То есть если у нас ничего не пришло, пустой пользователь. Разбираем, как это работает. Вот наш код. Делаем первый запрос в базе данных. Пришел позитивный результат. Трансформируем значение. Вот, собственно, оператор map используется. И так как у нас все окей, данные пришли. Default if empty пропускается. Попадаем в zip. Помним, как zip работает. Ожидаем второго. Результаты со второго потока. Делаем реквест. И реквест нам возвращает пустые значения. Никакой информации по наиболее упоминаемому пользователю нет еще. Никто не меншунил кого-либо. Данные точно так же трансформируются. Они остаются пустыми. И тут срабатывает оператор default if empty. Он заменяет результат пустым значением. Как бы берется empty user. И уже приходит в оператор zip дефолтное значение. Дальше результаты объединяются. Уходят в оператор direct. И отдаются дальше по стриму. Вопросы? Ок. Конечно, может, да. И последняя часть это рефакторинг хендпоинтов. То, чего мы хотим добиться. Чтобы когда пользователь делал реквест, он моментально получал ответ. И между пользователем, пользователем, компьютером и сервером создавалось соединение, по которому наш сервер будет сам отправлять данные по мере прихода. То есть push-модель. Мы будем использовать веб-сокеты. И тут вступает в игру Spring. Spring 5 предоставляет нам реактивные веб-сокеты снова же из коробки. Как это выглядит? Мы конкретно оперировать будем с веб-сокет-сешеном. Немного обернутым. И то, что предоставляет веб-сокет-сешен основное, это получение и отправку сообщений с использованием реактивных типов. Видим Flux, Mono. То есть снова же у нас все в одном флоуе. Мы устраиваем флоу. Переходим к коду. Немного работы с веб-сокетами я скрыл в конфигурацию и сделал простой интерфейс, у которого всего лишь один метод – handle, который позволяет захендлить полученные сообщения в виде инпута и вернуть какой-то ответ. Тут мы должны смержить два потока. Поток сообщений и поток статистики. Под капотом скрыта конвертация сообщений в JSON, потому мы на это не акцентируем внимание. Собственно, весь и код. Возвращаемся к разбору. Что мы тут делаем? Мы сливаем воедино два потока по статистике, которые мы имплементировали, и по сообщениям, то есть присоединяемся к каналу сообщений. Подключаемся к каналу сообщений. Приходят какие-то данные, попадают в оператор merge, уходят в network. Приходит информация по статистике, точно так же попадают в оператор merge, уходят в network. Я сделал достаточно простой JavaScript, который при получении информации распаршивает поля, то есть понимает на основе тех полей, которые пришли на клиент, является это сообщением или является это статистикой. А как много разных вот таких флоу можно сливать в один? А два, три? Больше, ну то есть Project Reactor предоставляет набор стандартных методов, и там, по-моему, 10 и больше можно слить. То есть стандартный оператор позволяет нам слить множество. На самом деле мы можем использовать нестандартные, то есть мы можем брать и вызывать на каждом отдельном флоу, типа merge with, merge with, merge with и таким образом достичь бесконечного сливания. Таким образом соединить сколько хотим как бы стримов воедино. А до какого уровня это стоит делать? Когда нужно выделять отдельные операторы? На самом деле это зависит от ваших бизнес-кейсов. То есть в данном случае у нас два отдельных потока, так как они два независимых. Один поток мы должны сразу же транслировать пользователю сообщения, а второй поток мы должны сохранить информацию пересчитать статистику и после того, как все это произошло, вернуть какие-то данные. То есть у нас две дорожки, соответственно мы сливаем два флоуа. Они будут с запозданием, естественно. А зачем их сливать? Потому что мы не хотим создавать отдельный веб-сокет канал для статистики, отдельный веб-сокет для канал для сообщений, поэтому мы экономим, грубо говоря, наши сокеты и сливаем все воедино. Окей. Перейдем к тестированию. Мы будем делать простое тестирование. И в первую очередь нужно понять, что нам Spring предоставляет и Project Reactor для того, чтобы протестировать данный флоу. Для этого есть StepVerifier. Это класс, который идет вместе с Project Reactor Core и позволяет протестировать реактивные типы. Давайте разберем на примере. Вот наш StepVerifier. У него есть основной метод Create, который позволяет создать как бы тестовый environment вокруг нашего стрима. Мы передаем Publisher, стрим какой-либо и задаем Expectation, то, чего мы ожидаем. Ожидаем какие-то данные, потом ожидаем завершения стрима. И только при помощи метода Verify мы запускаем, собственно, работу конвейера. То есть это как Subscription. И таким образом тестируется весь флоу, который мы делаем. Давайте напишем, собственно, этот пример, чтобы увидеть, пощупать. Часть тестов я уже заимплементировал, адаптировал. Потому, кому будет интересно, я запущу отдельно. Они запускаются немного долго, потому мы не будем акцентировать на этом внимание. Будем создавать флакс какой-то статический вокруг статических каких-то данных. Будем ожидать, что мы подпишемся успешно к данному, стриму. Будем ожидать приход x, y и z. После чего должно быть завершение. И методом Verify мы будем подписываться. Давайте запустим сразу же. Отлично, наш тест прошел. Собственно, таким образом при помощи StepVerifier и организовывается тестирование. Более сложные варианты вы сможете посмотреть в моей репозитории. Там есть имплементация. Поэтому мы не будем на этом останавливаться. Можно поменять представление? Конечно. Давайте сделаем даже иначе. Я добавлю вот так вот. Не прошел тест. То есть видите, есть сообщение о том, что мы ожидали завершения стрима, а пришла, вызвался еще метод onNext с еще одной единицей данных. Да, прошу. Это синхронная. То есть на Expect, ExpectNext, правильно? Вы спрашивали? Да. ExpectNext будет блокироваться до тех пор, пока не придут все данные, которые ожидаются. То есть это блокирующая операция по факту. Это вшито в капот данного StepVerifier и такой механизм. Собственно, чтобы мы не асинхронно ожидали, чтобы тест как бы не запустился и не прошел, мы должны заблокироваться на каком-то поинте. Нет, тут есть небольшой набор операторов. ExpectNext, потом, например, мы можем сделать Zen или подождать какое-то время, проверить на количество элементов, которые мы ожидаем прийти, не ожидать ивентов. То есть есть небольшой API, который позволяет протестировать базовые основные кейсы. Такого как скип у нас варианта нет. Да. Да. Там был вопрос. Сейчас вам поднесут микрофон. Что если мы вместо стрингов какие-то объекты ожидаем? Обычно я в тестах Uniteal сравниваю здесь, как это происходит. Или я должен, что я должен сделать? Ну, то есть если вы хотите какие-то сложные операции, у вас есть набор предикатов. Например, ExpectNextMatches. То есть который принимает предикат. Я понял. И дальше мы можем производить какие-либо действия. Либо если мы не Expectation, а мы захотим Assert сделать, то у нас есть AssertNext. То есть у нас есть набор вариантов, которые позволяют протестировать более сложные объекты. Теперь, собственно, когда мы написали уже всю основную бизнес-логику, давайте перейдем к демо. Запустим наше приложение и посмотрим, что оно и вправду работает. Я выйду, с вашего позволения, из PresentationMode. Запускаем. Спринт, как всегда, немного долго стартует. Единственная проблема со спрингом. Основная. Отлично. Наш сервер запустился. Хочу обратить ваше внимание. Работа с LiquidBase. Не стоит обращать внимание. Это не критично. Видите, у нас стартанул Netty сервер. То есть мы заменили стандартный Tomcat и из коробки мы уже используем Netty. Круто. Как мне кажется. Давайте посмотрим, что это и вправду работает. Flow немного изменился. У нас не отображаются предыдущие сообщения. И напишем что-либо. Вуаля. Я написал сообщение со своего телефона. Оно пришло. Точно так же можете попробовать и вы написать что-либо. Работает. Magic. Теперь. Да. Когда вы делаете зависимость на WebFlux, сразу же тянется Netty. Как основной сервер. Да. Просто подключаете Spring, SpringWebFlux и все. И работает. Просто работает. Возвращаемся к презентации. Давайте посмотрим, чего мы добились. Мы добились того, что мы настроили как бы такой flow, по которому текут наши сообщения. Они текут абсолютно хаотично и конечный пользователь получает их. Как бы точно в таком же порядке. Давайте еще раз посмотрим. Все данные просто текут. Все, что мы сделали. Течение данных. Давайте сверим чекпоинты наши. Чего мы добились? Сверимся с реактив спецификацией. С реактив манифеста точнее. Мы добились message driven. Мы оперируем сообщениями. В какой-то степени мы добились отказа устойчивости. Так как использовали дефолтные значения, использовали операторы try. Наше приложение не умрет, если что-то пойдет не так. Точно так же есть resylent point и присоединение с Gitter клиентом. Если у нас не получилось с первого раза подключиться к Gitter сервису, мы попытаемся это сделать снова. И мы добились responsive. Когда пользователь подключается к нашему сервису, он моментально получает ответ. Моментально создается веб сокет соединения, по которому дальше уже будут приходить сообщения. Единственное, что мы не увидели, где тут эластичность. Где тут масштабируемость, коллабилити. Что произойдет, если нагрузка повысится на наш сервер. Собственно, в этот момент я вас попрошу принять участие. Мы посмотрим, как наше приложение будет реагировать на большое количество сообщений. Как наш сервер будет вести себя под нагрузкой. Еще раз? Да, конечно. Каналу, правильно? Зачем нужно преобразовать статистику, которую ты спас в контроллере в сигналах? Хороший вопрос. Зачем было использовать оператор materialize и потом dematerialize? Чисто в целях демонстрации. Я хотел показать, как работает данный оператор. Смотрите, в таком случае у нас бы настроился flow. Помним, что ничего не начинает происходить до тех пор, пока не вызвется subscribe. Соответственно, если мы вызовем метод, а в другом конце у нас нет подписчика, нам либо вручную это придется делать, либо нам пришлось бы брать ответственность за то, что flow запустится. А так мы передаем нашу информацию и flow автоматически запускается. Сохранение сразу идет. Я перехожу. Пока что не нагружайте мой сервер. Мне нужно запустить visualvm для того, чтобы продемонстрировать, как используются ресурсы. Visualvm, к сожалению, иногда глючит и процессы не видятся. То есть мне нужно сейчас подключиться к мониторингу моего сервера. Ждем. Отлично. Подключаемся к процессу. Аллилуйя. У нас это получилось. И давайте смотреть. Собственно, сейчас начинайте спамить. Да, это именно то, что нужно. Зато наш сервер справляется. Я думаю, достаточно. Хочу обратить… Все. Оно само, да? На самом деле хочу обратить ваше внимание на график. Этот график в нижнем правом углу отображает потребление тридов. То есть при повышении нагрузки наш отдел, который обслуживает базу данных, он расширился. Пришло больше служащих, которые хотят быстрее обработать, чтобы не создавалась очередь, всю информацию. Соответственно, когда спам прекратит идти, у нас через какое-то время стабилизируется потребление тридов. И нагрузка упадет. То есть вот она, скалабилити. При повышении нагрузки у нас выделилось больше потоков. И через какое-то время эти потоки начнут падать вниз постепенно. То есть если они не используются, они уйдут в garbage collector, уберутся. Пока этот процесс идет, давайте подытожим. Я потом вернусь к монитору. Мониторинг тулзи. Давайте подытожим. Мы рассмотрели, что нам предоставляет Spring 5. Какой мощный инструмент для работы с реактивностью. Это работа с проектом Reactor, который позволяет нам выстроить реактивный флоу. Думать о том, как текут данные. И как это хорошо синтегрировано с самим Spring 5, который прячет от нас часть инфраструктуры. Позволяет нам думать только о бизнес-логике. Естественно, хочу вам сказать, что реактивность это не silver bullet. То есть есть еще тысячи других способов, которые позволили бы решить эту проблему. Но моя роль это показать, как можно использовать реактивность. Как можно изменить то, что у нас есть на наших проектах и улучшить это. Если у вас есть вопросы, это время их задать. И есть список ресурсов, которые я предлагаю вам прочитать, чтобы познакомиться ближе с реактивностью. Да, прошу. Питание по backpressure. Если, например, есть клиент, который сейчас принимает обмеженную количество данных, а потом он освободился. Он хочет больше данных. Можно это в real-time как-то сделать? Если это происходит на уровне одного приложения, то есть если у нас, представим, что это мы запустили одно монолитное приложение, у нас есть какие-то воркеры, которые обрабатывают часть информации и хотят больше, например. То для этого нам подойдет отлично, подойдет реактив стрим спецификация. Так как при помощи сабскрипшена у нас есть механизм регулирования скорости подачи данных. Если мы заняты, мы говорим, мы не успеваем обработать. Если мы можем больше обрабатывать, мы говорим request больше. Помним. Если это на уровне микросервисной архитектуры, то, к сожалению, сейчас такого стандартизированного механизма еще нет. Потому нам приходится пока что придумывать костыли. Но ребята работают над тем, чтобы создать реактив стрим с I.O. спецификацией, чтобы регулировать backpressure на уровне сети. Следующий вопрос. То есть общение с клиентами идет по веб-сокету. Хорошо. Но мы знаем, что между клиентом и сервером часто всякие преграды стоят, которые через секунду или через 100 миллисекунд келяют connection, если он висит. Что в этом случае происходит? Переконнекшн? И есть ли возможность потерять сообщение? Или все-таки как-то Spring обеспечивает, что все сообщения дойдут? Смотрите. Вот то, что вы сейчас говорите, это определенный бизнес-кейс. То есть нам нужно добиться того, чтобы сообщения, например, не терялись. Это как бы механизм. И его реализовывать мы должны. Как бы Project Reactor имеет ряд полезных операторов, которые позволяют нам кэшировать сообщения, если что-то пошло не так. Куда-то их сохранять. Но именно Spring 5 из коробки это не предоставляет. Если потерялось соединение, естественно, решением является перед подсоединиться. И как вариант закэшировать недоставленные сообщения и отправить их конечному пользователю. То есть из коробки нету, но мы можем это очень просто реализовать, используя Project Reactor в сочетании со Spring. Я вернусь на секунду к монитору, чтобы показать, что потребление ресурсов все-таки стабилизировалось. То есть у нас была пиковая нагрузка, и в итоге ресурсы стабилизировались. Вот она в Scalability. Мы открыли интерфейс, старые сообщения в базе были, но сейчас мы их не увидели после построения пайплайна. Проинициализировать снапшотом из базы данных есть возможность? Да, конечно. Просто я данный механизм не настроил. Я упростил снова же приложение, так как это является бизнес-кейсом. И нам бы пришлось писать и показывать мне дополнительную логику по доставанию, по буферизации или какой-то замене этих сообщений. И, собственно, я от нее отошел, чтобы упростить демонстрацию. Мне бы просто времени не хватило. Конкретно, вот если вы вспомните, я говорил, что есть реактив стрим спецификация на уровне одного приложения. И сейчас пока что разрабатывается только реактив стрим спецификация для I.O. То есть разрабатывается протокол. Если я не ошибаюсь, есть реактив WebSocket. Такая библиотечка, которая позволяет создать реактивные WebSocket с использованием проекта Reactor. То есть создать такое реактивное общение между двумя дистрибутивными системами. Но пока что стандартного механизма нет. И Spring 5 стандартного такого механизма тоже не предоставляет, к сожалению. Единственный вариант мы можем использовать Netty Web Client, который является неблокирующим из коробки. То есть мы по факту можем использовать ограниченное количество ресурсов. То есть нонблокинг реализуется на уровне системы при использовании Netty. И когда мы делаем реквест, если это обычный HTTP реквест, он будет все-таки блокирующим. Но на уровне системы callback где-то захендлится. И мы не будем тратить ресурсы по факту. То есть реактивность может достичься при помощи Netty Client в какой-то степени. На текущий момент есть реактивная адаптация Kafka Streams. То есть мы можем использовать Kafka Streams. И пока что из коробки реализации реактивщины с интеграцией с какими-то месседж-брокерами еще нет. То есть будем ждать. Я уверен, что будет. Добрый, дякую.